всем привет ребятки ну что ж сегодня давайте затестим игрока месяца бруно фернандеша его особенности чем он отличается допустим от сариана сариана как раз был на тесте дня два назад вот сравним как раз таки с ириана потому что больше не с кем сравнивать ключевые до особенности по поводу финта ну где-то также другое дело что мне не нравится как последнее время работает over over я имею ввиду ваши сопа то есть если over ниже вашего то там защитник зачастую куда-то располагается отходит назад и практически не успевает даже среагировать на ваш финт он просто даже это может быть бланда там или фердинанд он просто стоит где-то вдалеке до даже уходит туда куда-то далеко и не реагирует община финт то есть ты к нему не приближайся даже в зону финта делаешь финт он проходит и как бы без разницы в этом прикол дам что over иногда нивелирует статы игроков именно очень сильно то есть они чуть по-другому играют не это не нравится и сильно не нравится одно дело когда это происходит в моментах когда тебе дают там сложнее моменты с другое дело что центральный защитник может сыграть как кусок какашки просто потому что у вас over выше либо ниже но соответственно ваш или чужой мне это не нравится я хочу чтоб игроки играли на свои статы по поводу бруно да финт работает в принципе так как у сариана само видение да поинтереснее именно это когда ты меняешь направление там чуть видение в на другое бруно напоминает если помните был как-то суарес в пасхе он такой был медлительный тягучий но приятности от его видения и игры было такое ощущение хорошая как будто бы мятную жвачку лишь такое поела она как бы послевкусие остается вот так играют пруно он тягучий он неплохой у него на голову лучше пасы вот у бруно чувствуется что у него на голову реально лучше пасы чем у сариана у него навесы доходят то есть выкручиваются назад это прям заметно это круто и дуга то есть подкрутка у меня у сариана и когда играл с ланга прямо не было заметно что там подкрутка вообще работает здесь она работает чуть получше чем у сариана другое дело что все равно такой дуги как раньше нет но это относительно именно сариана что работает подкрутка и навес это прям приятного тягучесть такая игрока это что навес и пасы лучше проходят другое дело что срыв этих пасов и навеса все равно будет потому что включится рандом и это пофиксит то есть играя с ориана в принципе у них где-то схожие характеристики бруно лучше на голову дело не финте дело в том что он чуть-чуть быстрее пробивает именно сходу если что подкрутка получше и пасы и навес и само видение мяча не дриблинг не сам финт да именно само видение на какое-то более-менее плавное что ли хотя у сариана тоже более-менее нормально но бруно поинтереснее то есть не всегда финт лучше другое дело что если у вас бруно играет на цапе в центре он как правило замыкает здесь как бы уже не такая большая разница тут важно чтобы финт проходил там запасом если вы вдруг не идеально его сделали да и что прошивали а вот здесь они как бы с ориана одинаковые если на что у бруно чуть лучше ударчик сходу мне кажется а так ну неожиданно неплохой игрок с точки зрения пасов и навесов но это будет раскрываться больше с фланга чем с центра ну будете ли выиграть с тремя цапами я не уверен тем более если опять же есть показатели проблемные в ловкости вот еще раз повторюсь классные навесы но опять же классный навес относительно чего может пока что оверсопом гасить я не знаю я не знаю ребят поэтому мне показали что навес и посыпал лучше какие подкрутки другое дело я смотрю потом на повторе а подкрутка все равно не в угол летит там вратарь чуть-чуть чудачит не забирают то есть иногда он может это забрать иногда он это не забирают почему-то ну может сражочек сделал может еще что-то в любом случае если вы качали дриблинг если у вас есть эта позиция можете братья играть бруном думаю удовольствие будут от его игры прекрасное другое дело наверное перед токи это будет не так долго неймар на цапе повторюсь в разы интереснее но бруно тоже сейчас неплохо потом будут наверно не очень пока а